Террористы Хамаса в Газии усиленно готовятся к новой войне с Израилем. Израильские военные публикуют разведданные о строительстве тоннелей для переброски боевиков через границу. Причем тянутся эти тоннели из подвалов жилых домов. Все подробности расскажет Григорий Бадо. Израильские генералы публикуют новые данные. За два последних года, со времени последней АТО «Нерушимая скала» Хамас сосредоточен только на новой боевой инфраструктуре и только за счет гуманитарных бюджетов. Новые многоэтажные здания в Газии часто строятся только для того, чтобы скрывать в подвалах входы и выходы в подземный город с коммуникациями, штабами, складами оружия и пусковыми установками для ракет. Командующий Южным округом Цахала генерал-майор Ильзамир рассказал, что именно Хамас инициирует террор одиночек по всей территории страны. За последние два года более 40 израильтян убиты в своих домах и на улицах городов. В случае новой антитеррористической операции Цахал будет там действовать. Хамас попытается использовать удары пожилым зданиям для очередного очернения Израиля в глазах мирового сообщества. При этом везде в мире известно, что подобные здания являются легитимной военной целью. И вся ответственность за последствия ляжет на плечи организации Хамас. Израильский проект подземной стены, благодаря которой удастся избежать строительства туннелей через границу, еще далек от завершения. Хамас же планирует обширные диверсии с высадкой групп террористов и захватом целых населенных пунктов на израильской территории. С превращением сектора газа в укрепрайон, израильская армия непрерывно тренируется в ведении городских боев. Ранее саудовская газета ОКАЗ опубликовала статью, обвиняющую Хамас в использовании десятков миллионов долларов гуманитарной помощи для строительства туннелей под школами, больницами и жилыми домами. Боевики тратят деньги на террор по указке Ирана, говорилось в статье. А в самом Иране все, что связано с Израилем, жестоко карается. Иранской журналистке Наде Амин грозил в одной стране арест в суд и, возможно, даже смертная казнь, только за то, что публиковалось в израильском издании. Узнав о репрессиях в отношении Амин, израильский министр внутренних дел предоставил ей убежище. Григорий Баду, Алиса Неверовская. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.